Мы продолжаем рассказывать правду, то есть я себе говорю мы, это такая избитая фраза, об Андрея Кобилове правду продолжаем рассказывать мы. И этот ролик, который выходит вне каких бы то ни было циклов передач, которые сейчас выходят в журнале Древа Поэзии, он посвящен моим новым друзьям, которых я очень люблю. Без тени лукавства говорю об этом, слежу за их творчеством, за их деятельностью с большим интересом. Это анонимы, которые проживают в Германии, которые проживают в Белоруссии, которые проживают в Москве и, конечно же, в городе Тольятти. Многих из них уже удалось найти, удалось узнать их адрес, где они живут, что они делают, что они едят и так далее, какие у них пристрастия в сети интернета, на каких сайтах они чаще всего бывают в сети. Но не об этом я хотел поговорить сегодня, потому что я говорю правду в этом ролике. И мне хочется сказать, что вступление, которое я сейчас начал, это, конечно же, было неправда. Это было такое шутливое юмористическое начало, в котором я хотел сказать, что те люди, кто сегодня нападает на меня, пытается меня унизить, оскорбить, вызывает во мне только чувство сочувствия, юмор, улыбку и не более того. И чем больше они это делают, тем меньше это меня трогает. И даже как-то мне все время хочется вступить в их клуб, я себя удерживаю от этого, потому что я понимаю, что они будут думать про меня, что я сдался и прочее. Я не сдался, просто я не могу вступить в клуб, дабы не нарушить чистоту и частоту жанра. И чистоту, и частоту. Так что вот такое вступление. Сегодня две большие темы, и об этом нельзя не сказать. Именно сегодня, именно 14 апреля 2012 года, когда я снимаю этот видеоролик. Во-первых, сегодня 150 лет со дня рождения выдающегося политического деятеля нашей страны. Человека, который сделал за 4 года своего правления, ну вообще-то он в политике был гораздо больше лет. Но на самом верху у руля, вот он был 4 года. Эти 4 года, более чем 4 года, он сделал столько, сколько не сделал ни один политический деятель, ни до него, ни после него. Я даже рискну сравнить его работу, его деяния политические с Петром Первым, или даже, может быть, с такими научными мыслителями, как Михаил Васильевич Ломоносов, или Менделеев, или даже людьми, которые работали в искусстве, например, Петр Ильич Чайковский, или даже сам Александр Сергеевич Пушкин. Трудно сказать, труд какого деятеля, знакового деятеля для нашей нации, какого человека, более ценен, более значим. Петр Столыпин – это личность, до сих пор неосознанная людьми, живущими в России. Да, наверное, и во всем мире. И сегодня исполнилось 150 лет со дня его рождения. Я думаю, что, может так статься, мне бы не хотелось этого, мне бы очень этого не хотелось, что загадка так и останется загадкой. И все будет вертеться, эта тема про Петра Аркадьевича Столыпина, будет вертеться тема только вокруг его убийства, вокруг теорий убийств, самых разных заговоров, кто против кого, интрига, интересная история, кто же убил, зачем его убили. Его бы убили в любом случае. В любом случае. И сегодня, в этот день, день памяти Петре Аркадьевича, я хочу порекомендовать вам одну очень интересную книгу, которую я приобрел, и вам тоже я советую ее приобрести. Это энциклопедия Петра Аркадьевича Столыпина, которая издана как раз к сегодняшнему дню. И поэтому сегодня она в кадре. Сегодня 150 лет со дня рождения Петра Аркадьевича. Это уникальное издание, подготовленное Фондом изучения наследия Петра Аркадьевича Столыпина, Институтом общественной мысли. Оно открывается, вступительным словом, уважаемого и любимого мной политика Владимира Владимировича Путина, а также очень интересного человека, который мне совершенно неизвестен, поэтому я не могу его любить или не любить. Можно сказать, я вообще за политикой слабо слежу и уважаю только Путина, но, видимо, этот человек поддерживает его. Рискну предположить, это Якунин, президент ОАО РЖД. Тоже принимал участие в издании Столыпинской энциклопедии. Вообще, я сейчас разговариваю как малыш, но хочу уверить вас, именно этот стиль общения наиболее уместен в данной ситуации. Потому что разговор о Столыпине с точки зрения научной, с точки зрения сухих речей, с точки зрения защиты дипломного проекта, с точки зрения защиты там чего бы то ни было, с точки зрения такого умного профессора, который он говорит, да, 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 Столыпин Петр Аркадьевич. Это и так далее. И на два часа лекция, преобразование, зачитываются цифры. Уместен такой разговор и научный стиль только среди ученых. Вот собираются ученые на симпозиум, на какую-то конференцию, на очень практическую. И нет бы вот сказать, ребят, давайте порекламируем научно-популярную литературу, энциклопедию Столыпинскую. Пусть люди покупают ее, пусть они ее читают, изучают. Ведь здесь она построена на статьях, которые знакомят нас с теми политическими деятелями, которые сыграли огромную роль, именно в тот короткий отрезок времени, так называемого Столыпинского времени. Здесь также раскрываются основные понятия, которые необходимо понимать. Например, Столыпинский вагон, что такое, Столыпинская аграрная реформа и многие другие. Здесь очень много новой информации, которая впервые опубликована и которой не было раньше ни в одной книге, ни в одной монографии. А здесь, в Столыпинской энциклопедии, можно узнать об этом. Также интересно, на форзациях книги мы видим по линии матери и по линии отца родословную Петра Аркадьевича Столыпина. Это по линии матери. А с этой стороны вам представлено родословное по линии отца. Это очень древний род. Если я не ошибаюсь, с века XVI он идет. Сейчас я проверю это. Очень древний род. Вот такая интереснейшая фотография. Просто настоящая красота. Согласитесь, это очень красивое. Издание намелованной бумаги. Издание, которое необходимо иметь в своей домашней библиотеке. Потому что мы часто покупаем художественную литературу. Мы покупаем публицистические книги, но энциклопедия – это то, о чем очень редко кто задумывается. Я говорю сейчас об этом, потому что я знаю, что мало кто покупает энциклопедии. Это в основном забота библиотек и научных институтов, забота ученых, но не обычного читателя. Читателю неинтересная энциклопедия. У нас есть интернет. Но, уважаемые читатели, в интернете, я это проверял, Столыпинской энциклопедии нет. И в данный момент ее там нет. Я надеюсь, ее и не будет. По ряду причин. Потому что люди, которые покупают эту энциклопедию, просто в голову не придется делать электронную версию, скопировать эту энциклопедию. Да, старинный дворянский род известный с 16 века. Я не ошибся. Здесь очень много интересной информации. Информация эта не только в форме текста, но также она и в форме иллюстрации. Каждая буква имеет вот такие виньетки интересные. Например, это буква З. У каждой статьи, почти у каждой статьи, имеются иллюстрации. В основном они все черно-белые, но мелованная бумага, она очень хорошо передает овсетную печать. И здесь представлены самые ключевые фигуры того времени. Я никакой не ученый, не исследователь. Можно сказать, даже я не очень. То есть, все то, что вы говорите обо мне, это абсолютная правда. Я под этим всем подписываюсь. Действительно, не очень. Ничего я не знаю. Ничего не умею. И так далее. Но разница между мной и вами, уважаемый аноним, а я говорю это сейчас именно анонимом, а не всем остальным людям, разница между мной и вами заключается в том, что вы шпион, либо шпион, работающий на американскую разведку за 82 тысячи рублей, нанятый в сети интернет на одном из сайтов, как фрилансер. Этим занимается американское посольство. В основном идет, конечно, борьба против Владимира Путина, но также и против всех тех людей, кто как-то косвенно поддерживает его политику и эффективен в этом. Я хочу вам сказать, что разница между мной и вами заключается в том, что я-то хочу знать правду, а вы ее уже не хотите знать. Она вам не нужна. Вот в этом и заключается разница. Человек, который хочет найти, он ищет, и он обязательно найдет. А человек, который не хочет уже ничего найти, который довольствуется тем, что он имеет и не хочет двигаться дальше, конечно, нужно пожалеть такого человека. Чем можно помочь тому, кто разуверился в любви, кто не хочет жить, не хочет творить, не хочет работать, действовать, что-то предпринимать? Я не боюсь ошибиться. Я не боюсь казаться смешным, или казаться каким-то глупым, казаться наивным. И это не просто выгодная позиция, это очень сильная позиция. Потому что когда человек совершенно спокойно относится к тому, что он несовершенен, он осознает, что он несовершенен, то такой человек способен совершенствоваться. Потому что он осознал несовершенство свое. Следовательно, он знает, над чем ему надо работать. Знает это лучше, чем другие люди. Люди не осознают своего несовершенства. Они пытаются его скрыть, скрыть свои недостатки. Они не пытаются сделать так, чтобы люди полюбили их недостатки, чтобы они влюбились в них, и чтобы нуждались в этих недостатках. Давайте поговорим о Петре Аркадьевичу Столыпине в комментариях, уважаемые анонимы. Или о тех темах, о которых я рассказал. Я вам очень много дал еды, такой жвачки. Вы можете это все использовать против меня и высказывать свое недовольство. Можете писать различные анонимные письма, в том числе и друг другу. Ну, то, что обычно, все как по правилам, как это обычно все у вас и происходит. А вторая тема. Это, я думаю, вы понимаете, мой восторг. Разделяете вы его или нет, это уже другой вопрос. Вторая тема. Знаете, вот что я хочу сказать. Многие люди размышляют о том, имеет ли право человек, верующий в Иисуса Христа, говорить об этом. Не будет ли это оскорблением чувств неверующих людей? Недавно, недалеко вчера, я наткнулся на забавное видео-шоу. Некий режиссер по имени Александр Невзоров, я так понял, что это не человек, выдающий себя за Александра Невзорова, а действительно, Александр Невзоров устроил такое шоу атеиста, рассказывающего о том, как люди должны вести себя по отношению к верующим. То есть, к больным людям, к сумасшедшим и так далее. Но он там рисует образ верующего человека. Я смотрел с удивлением на это видео, и как у любого христианина, у любого православного человека, у меня в голове вертелась мысль, а почему он это говорит? Да не так, я бы так не отреагировал. Почему он так утверждает, что они так-то, вы вот этого им не говорите, они отреагируют так-то. Я, кстати, мне очень хочется, чтобы вы посмотрели это дело, потому что, если вы атеист, вам это понравится, и вы порадуетесь, я хочу, чтобы вам было хорошо. А если вы не атеист, вы поймете, как, что произошло с человеком, с этим Невзоровым, как он опустил себя, как он себя унизил, сам самого себя, сам себя самого. И это очень серьезно, потому что человек буквально себя не изложил, как режиссера, не изложил, как философа. Ну, он на таком же уровне объясняет, как ведет передачу, как и я сейчас. А у меня самый низкий уровень, как вы знаете, да, то есть я самый последний из всех, вот, самый младший в семье, и а Невзоров-то он должен там летать где-то, парить в облаках. Почему так плохо-то? А? Александр? Давайте мы поразмышляем на эту тему в преддверии завтрашнего праздника Пасхи, потому что 15 апреля православная Пасха, и я как-то по-особенному хотел подойти к этой теме, потому что многие тут считают до сих пор унылые люди, они считают, что я протестант. Да, я протестант, потому что я православный. Почему? Потому что я христианин, и потому что я очень так отношусь аккуратно к этой теме, то есть вот когда начинается я был свидетелем споров, когда люди говорили я православный, я протестант, я там такой, я сякой. И со стороны когда смотришь на это или упаси Господь участвуешь в подобных разговорах, ты перестаешь быть христианином, потому что христианин это не тот человек, который осуждает другого за отсутствие догматических каких-то там несоответствий или соответствий. когда ты споришь на тему защиты веры, когда ты защищаешь свою догматику, свой символ веры, когда ты защищаешь свою культуру, то ты должен очень хорошо себе представлять, что ты защищаешь, что это за предмет. Я, например, могу говорить только о искусстве, о культуре и то, опять же, я мало понимаю, мало знаю еще, я еще очень молод, у меня еще впереди целая жизнь и поэтому, конечно, нужно поправку на это, огромную поправку. Но впереди у меня очень много прозрений, очень много побед и очень много достижений, поэтому я не боюсь ошибаться, я не боюсь идти этим путем. Это мой путь, я это знаю по ряду очень важных намеков, знамений, которые были в моей жизни, недвусмысленных. Но это уже сфера такая личная и об этом я говорить не буду никому, потому что это не публичная тема. Но я точно знаю, что я двигаюсь именно своим путем и вот то, чем я занимаюсь, это мое дело. И даже видеоролики, один из которых вы сейчас видите, это мое дело. Это именно дело. И оно мое. Как бы странно и дико это не звучало, какие-то видеоролики, человек включает видеокамеру и разговаривает с воздухом. На самом деле я разговариваю сейчас с тобой. И это разговор. Пусть это и монолог, но он тебя неизбежно заставляет работать, действовать. И ты начинаешь менять свою жизнь. И причем это недеструктивно. Завтра православный праздник, я православный человек, и плохой ли я, хороший ли православный человек, скорее всего, плохой, но это не значит, что это касается кого-то, кроме меня. То есть, если вы, например, хороший православный человек, то это хорошо. Это очень хорошо. Напишите мне о том, как быть хорошим православным человеком. Это меня просто порадует. Вы знаете, мне это интересно. Или если вы протестант, и вы протестуете, потому что протестант, да, слово протест, то напишите, как именно вы протестуете. Мне тоже это очень интересно. Я хочу узнать о вашем протесте все. Но если вы не православный, не протестант, и будете что-то писать невнятное, как это обычно бывает, и обычно же что-то невнятное, то, конечно, это меньше интересно, но тоже бывают такие забавные комментарии, забавные какие-то видеоролики, как правило, не свои, потому что анонимы они не могут себя показать, им боязно, они трусы, и они показывают кого-то из-под тяжка, что-то там вырезают трясущимися потными ручками. Вообще, вот, заканчивается Великий Пост, и вот это пасхальное время, католическое пасхальное время, православное пасхальное время, вообще, все вот это, вся неделя, все, что сейчас идет, происходит, и дальше это еще не закончится, это и будет продолжаться всю нашу с вами жизнь, это шанс, шанс остановиться, вздохнуть, свободный воздух, воздух любви, выдохнуть и успокоиться, просто обо всем забыть, о наших различиях, о наших всех этих спорах, о том, что мы постоянно с друг другом не согласны, когда мы забываем об этом, мы начинаем многое понимать, понимать вот эту недосказанность, то, что в Евангелии читается между строк, и то, что читается между строк не только в Евангелии, мы начинаем чувствовать эти полутона, я думаю, это самое ценное, когда ты начинаешь чувствовать между строк, когда ты начинаешь понимать серьезность, глубину, казалось бы, на первый взгляд простых слов, вот это очень важно, очень важно, потому что так вот запросто человек не может быть терпеливым, а уж тем более долго терпеливым, не может человек вот без готовности идти до конца, он не может книжку дочитать, службу достоять, он не сможет дослушать человека, который говорит, нужна готовность, вот этой готовности у нас нет, вот почему нужно покупать энциклопедии, такие как энциклопедия Столыпина, вот почему нужно концентрировать свое внимание, даже если вы человек неверующий, или сомневающийся, или какой-то еще, нужно очень уважительно относиться к вере, которой тысячи лет, и мы не можем отрицать эту веру и говорить, что что-то плохое про нее, мы делая так, провозглашаем себя, маленьких людей, провозглашаем выше, чем тысячелетняя история России, вот с этими мыслями я с вами в этом ролике расстаюсь, уважаемый интернет, уважаемые пользователи сети интернета, и я желаю вам, чтобы это пасхальное время для вас было временем мира, временем спокойствия, вернее, временем мира и временем спокойствия, и чтобы радость тихо спустилась в ваш дом и поселилась в вашем сердце навсегда. Со своей стороны, я постараюсь как-то скрасить ваше одиночество, если вам совсем не наскучит мое общество, то я буду рад. А если наскучит, просто берите эти длинные ролики, вырезайте из них что-то, добавляйте туда какую-то музычку, чтобы получалось все еще лучше, еще позитивнее. Вы меня поняли.